Члены Совета по улучшению инвестиционного климата сегодня встретились с предпринимательским сообществом. В расширенном составе принято подводить итоги и расставлять приоритеты. Что ждут от властей бизнесмены, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Бизнес и власть – эффективный формат диалога. На таких встречах, отметил глава региона, ищут пути преодоления проблем. Предприниматели рассчитывают на поддержку правительства. Мы всегда были открыты перед вами, уважаемые предприниматели. И будем такими же открытыми с одной единственной целью, чтобы создавать новые производства с высокой производительностью труда, для того, чтобы наши молодые люди могли самореализоваться, трудоустраиваться. Инвестиционный климат в республике улучшается, и это оценка предпринимателей. Для бизнесменов продлены налоговые каникулы, становится проще подключиться к сетям, сокращены сроки регистрации предприятий. Еще одна действенная мера поддержки – снижение оплаты за аренду земельного участка. Устанавливаются размеры арендной платы за земельные участки в размере ставки земельного налога за единицу площади, ну и плюс при выкупе это 15% кадастры стоящих. Сегодня у нас 5 заявок, да, вот если одну мы поддержали, еще 5 заявок у нас на рассмотрение. Это моих в первом квартале 2019 года, я думаю, что мы подписываем соглашение, и они зайдут. По городу Чебоксара у нас первый парк у нас заполнен. Найти инструменты для снятия этих вопросов или проблем, когда касается законодательной базы, то снимать надо эти вопросы через законодательную базу, когда касается нормативно-правовых документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, то это нужно делать через эти механизмы. От руководителя предприятия с многомиллионным оборотом до тех, кто свое дело только начинает. В зале более 100 человек и для каждого открытый микрофон. К органам власти у бизнесменов немало вопросов. Гендиректор одного из заводов обратился к вице-премьеру с просьбой узаконить право на инвестиционный налоговый вычет. Мы строим новые цеха, ну хотим строить, покупаем новые линии и хотим уменьшать налог на прибыль, руководствуясь тем, что год назад федеральное правительство приняло закон о том, что на сумму инвестиционных инвестиций можно уменьшать налог на прибыль напрямую. То есть у нас в республике пока этот закон не принят. Мы запросили, кому это интересно. То есть работу провели такую, посмотрели, для чего это нам нужно. Нам нужно технико-экономическое обоснование к этому закону подготовить. Сейчас мы его готовим. Одновременно направили уже предложение в Минфин. У нас Минфин является инициатором этого закона, наш Российский Республиканский. На бизнесменах отразилась новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Предприниматели говорят, что платить за вывоз ТКО приходится больше. На одной производственной площадке по монтажному проезду в Чебоксарах 6 тысяч рублей в месяц до 31 600 рублей в месяц. При этом ни площади, ни посадочные места в рабочей столовой, ни численность работающих, ни количество парковочных мест, ни виды. Произдеятельности не изменились. Ценовую политику региональный оператор готов пересмотреть. Предприниматели смогут оплачивать только за факт вывоза коммунальных отходов. Если сегодня площадка расположена внутри территории, обособленная, и куда другие собственники отходов не могут свои отходы сбрашивать, то будем применять по факту вывоза. Если это встроенные помещения, допустим, в жилой зоне, то будем применять нормативы накопления, которые утверждены Минстроем Чуварской Республики. Есть вопросы и к банкам. Работу бизнесменам обременяет 115-й федеральный закон. Платежи попали в разряд сомнительных, подозрительных. У банков на них очень часто практически заградительные тарифы действуют. Но это вполне могут нормальные платежи, как, например, дивиденды. Чтобы выплатить дивиденды, компания сначала должна заплатить налог на прибыль 20%, потом с дивидендов еще платится НДФЛ 13%. И потом еще, оказывается, нужно заплатить банку. На запросы предпринимателей необходимо реагировать оперативно, отметил Михаил Игнатьев. От этого зависит инвестиционный климат республики. Встреча с бизнес-сообществом продолжалась около двух часов, но открытый диалог продолжится. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Республика.